Здарова, братан! Сегодня у нас совместная коллаборация с MSK Miner. Они предоставили на обзор ASIC S9 SE. Внешне, видишь, он практически не изменился, за исключением того, что он стал чуть-чуть поменьше, и при этом он существенно стал меньше весить. 4 кг 560 г, то есть габариты стали поменьше. Этот ASIC сейчас в стоковой прошивке. При стоковой прошивке он потребляет 1380 Вт, при этом майнит от 16 до 16,5 ТХ в среднем получается. Средняя температура чипов от 50 до 85 градусов. Прошивка стоковая и не позволяет задать режим потребления. То есть, в принципе, по большому счету, 1380 Вт за 16-16,5 ТХ, это вот такой показатель. Но, конечно, хотелось бы иметь разные режимы. Я не знаю, есть ли возможность этого ASIC прошить там прошивкой под S9, да, и как он будет себя при этой прошивке вести. Вообще, ребята хотят заморочиться и хотят это сделать. Но нужно время, чтобы подождать. И в отличие от S9, вот здесь видишь, 180 чипов вместо 189. Интересно посмотреть новые прошивки, что он сможет под ними делать, и какие тарахеши он сможет выдавать, когда его прошьют. На 7 августа 2019 года. Кэшрейт 16,5, потребление 1380, розетка 3 рубля. Курс биткоина 1,652, по мнению WhatToMain, наберет он, кажется, если я не ошибаюсь, с битрикса, могу ошибаться. В день грязный будет оставаться 5 долларами чистыми 3,44 с этого ASIC, а в месяц, в месяц 150 долларов грязными чистыми чуть больше сотни. Вот такой вот у нас получился S9 SE от битмана новый. Что здесь следует добавить? Наверное, почем сейчас торгуют? На 7 августа 2019 года, если я смотрел по ShopGarant, то торговцы в среднем торгуют 44-47, то есть вот такая вот цена по наличию. Если по предзаказу 1,5-2 месяца ждать, я тоже смотрел, получается где-то от 33 до 37, но это надо ждать. А здесь как бы надо думать ту мысль, что пока он придет, может быть, он отмайнится. Но все зависит от конкретно твоей ситуации, сам понимаешь. Дальше, что хотелось добавить? Скорее всего, мы будем делать предзаказ на эти ASIC, наверное, 150 штук, или S9 SE, или S9K, да, тоже будет на канале. Но, по крайней мере, с СТ-шками вот сейчас разрулим, потом уже с ними, скорее всего, замутимся. Из минусов, наверное, это то, что пока только базовая прошивка под него есть, да, но при этом прошивка хорошая. Ты вилл 1380 Ватт на 16-16,5 тарахэш. То есть, в принципе, интересен скрытый потенциал других решимых. Особенно для меня интересен в доунвольте посмотреть, сколько он может минимально в доунвольте давать. Для кого-то, у кого розетка очень вкусная или бесплатная, да, наверное, интересно посмотреть максимальные возможности. Но для этого надо дождаться прошивок. Вот, на этом, в принципе, все. Что хочешь сказать? Хочу поблагодарить еще раз AMSK-майнер за то, что предоставили ASIC на обзор. Подписывайся в Instagram. Сейчас с Т-шками закончим. Пойдем с тобой делать умную ванную. Туда уже давно, я обещаю. Вещь, что никак не получается. Постоянно цвета какая-то. Конечно же, подписывайся в Telegram. В Telegram у нас под 6000 майнеров скоро будет. Вот, опыт колоссальный. Вот, есть какой вопрос непонятный. По-любому вопросу. Я не знаю, там другой не знаю. Но сам понимаешь, что уголок. Что-то даст по-любому тебе ответ на этот вопрос. И, конечно же, на YouTube. Всего доброго. Пока-пока тебе.